Привет всем! Хочу обратить внимание общественности на ролик, который, возможно, прошел незамеченным, но мне он кажется важным и знаковым. Знаковость его двоякая. С одной стороны, он обозначает, мне кажется, принципиально важную веху. Это, наверное, первая из череды, которая появится в ближайшее время, можно ждать. С другой стороны, ничего в нем достаточно ценного, чтобы, например, переводить его, делать ему качественный перевод, никакой нет. Если понимаете по-английски, то рекомендую посмотреть. Вставляю ссылку в угол, канал называется Knowing Better. Ролик, про который я говорю, называется Taking on the Red Pill, Men's Rights Activism. И родственный ролик на несколько роликов до того, The Straight White Man's Guide to Feminism and Social Justice. Ролик, на котором я сейчас фокусируюсь, он посвящен во многом разбору, ну, разбору я в кавычки беру, разбору информации и подачи, которые происходят в фильме Красная Таблетка. Тот самый наш фильм. И, естественно, если его сжимать там до пары слов, то будет фраза «Все вы врете» в своей Красной Таблетке. В чем, однако, разница, и чего раньше не было, и чего в ближайшее время стоит ожидать? Мне сдается, что фильм «Красная Таблетка» и подобные ему материалы достигли своей главной цели. То есть минимальный уровень публикации этих проблем, замалчиваемых, которые как бы все знали, но всех про них молчали, такой словом в комнате. Теперь под действием того, что это сказала женщина во многом, ну, и во второй очередь, потому что это сказала феминистка, бывшая уже феминистка. Теперь об этом можно говорить, то есть как бы нельзя уже делать, не получается делать вид, что этого не существует. То есть теперь все знают и всегда можно показать пальцем, вот, смотрите, там даже статистика приведена, цифры есть какие-то конкретные. Поэтому у товарищей Social Justice Warriors и феминисток, и родственных им общностей больше не получается просто на голубом глазу говорить «Этого нет, а тут вы врете, а тут хихихаха, а тут да вы просто неудачник по жизни» и так далее. Это просто теперь нельзя делать, ну, не получается этого делать. Когда человек такое делает, ему просто крутят пальцем виска и говорят «Слушай, ну, ты даже если против выступаешь, ты хоть бы хоть что-нибудь сказал бы, что-нибудь, ну, связное, ценное». Поэтому появляется и будет появляться больше, я думаю, информации, скажем так, второго порядка. Это навевает сцену, кто помнит, «Матрица», вторая часть начала, там Нео дерется с очередным агентом, применяет к нему стандартный прием и тот уворачивается. И Нео говорит «Ммм, апгрейд». Вот то, с чем мы имеем дело в ролике, на который сослался, это апгрейд. Конечно, он не стал от этого правдивее, он не стал от этого полезнее, от него нам совершенно не легче жить. Но теперь эти товарищи вынуждены мухлевать с цифрами и фактами, то есть им нужно что-то уже такое, то есть по-крупному они больше этого делать не могут. Ну, не получается это больше делать. Поэтому начинается мелкая там, а вот тут такую цифру мы сравним с другой цифрой, яблоки с апельсинами, а вот тут мы наоборот сравним, а вот тут вы то не с тем сравниваете. Причем, естественно, передергивается в обе стороны. То есть когда хотим сравнить, например, по самоубийствам, то, с чем абсолютно невозможно спорить, да, там, по отношениям между мужчинами и женщинами, давайте сравнивать, значит, неудачные попытки женские с удачными мужскими. И тогда оказывается все равно или даже превосходит мужчин. Отлично. Когда нужно в обратную сторону исказить что-то, то есть, например, стало довольно-таки общеизвестным, что по домашнему насилию мужчины и женщины, ну, очень-очень сильно равны. То есть паттерны разные, но по количеству совпадают. Окей, теперь, значит, нужно, оказывается, разные вещи считать. Вот товарищ вдруг резко перестал считать домашнее насилие по строгому определению, а теперь давай считать, а сколько ли человек после этого попали там с серьезными травмами, например, в больницу. И ух ты, оказывается, в этом вопросе женщины все-таки чаще попадают в больницу. То есть, чтобы тут в другую сторону исказить, нужно по-другому посчитать. Как в знаменитой фразе, которую приписывают Сталину, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Вот появилась такая подгруппа людей, которые начали по-другому считать. С одной стороны, им сложнее делать свои материалы, потому что нельзя просто от балды что-то сказать. Нужно хоть на что-то сослаться. И, например, время, которое заняло изготовление этого ролика, это вам не записанная на коленке какая-то там сценка, которую, как я сейчас, например, пишу, там, у меня не заняло подготовки нисколько. Это ролик, на который нужно делать хоть какое-то исследование, хоть какие-то цифры подгонять, хоть какие-то ссылки вставлять. Это занимает время, это сложно и дорого. Я думаю, что такие вещи будут спонсироваться, потому что у феминисток и родственных товарищей, у них деньги есть на все эти вещи, и будет спонсирование этих вещей. Грубо говоря, будут наниматься, если раньше это были там social justice warriors, да, там, воины за соцсправедливость, будут и адвокаты тоже за соцсправедливость, которые будут выискивать запятые, там, кто куда не так сослался, кто где забыл поставить, там, союз не тот и так далее. Прямая ложь, конечно, тоже остается, естественно, куда же без нее, как же вам. Например, оказалось, что фильм «Красная таблетка» снят МРАем, ни больше, ни меньше. Ну, это детали. В общем, хочу сказать, что по моим представлениям это марка успеха. То, что делает западное МРА движение, принесло определенные плоды, это можно зафиксировать как некий там milestone, checkpoint. На голубом глазу больше врать не смогут, но начинается следующая стадия, следующая фаза. Врать будут в цифрах и в запятых. И обманывать, естественно, в цифрах и в запятых, и выискивать, где запятые и кто не так поставил. То есть, точность обращения с данными с этого момента должна сильно возрасти. И со стороны МРАев, да, и со стороны противоборствующих товарищей. Конечно, вранье никуда не денется, подтасовки никуда не денутся, яблоки с апельсином никуда не денутся. Но все-таки, мне кажется, в этом есть какая-то серьезная марка успеха. Слабая-слабая надежда, что хоть что-то сдвинулось за, там, последние 20-30 лет. Все это было не зря. Так что, посмотрите. Если хочется, можно просто поставить дизлайк. Всем пока и удачи!